В каких случаях гражданин имеет право на помощь со стороны государства и что нужно сделать, чтобы ее получить? Об основных мерах поддержки и тонкостях современного законодательства мы побеседуем с начальником управления социальной защиты населения Натальей Тимченко. Наталья Анатольевна, 2019 год наступивший начался с не самых приятных для людей новостей, это и повышение НДС, и ряд других нововведений. Давайте уравновесим все это приятными новостями, которые, несомненно, у нас произошли в сфере соцзащиты. В сфере социальной защиты произошли положительные изменения. Это, прежде всего, индексация пособий мер социальной поддержки гражданам, как региональные, так и федеральные. Региональные пособия проиндексированы на 1,42%, то есть на 4,2%. Федеральные нам еще не поступила информация, но тем не менее мы ожидаем в таком же размере индексации пособий. О чем это говорит? О том, что у нас мамы на третьего ребенка будут получать выплату ежемесячно 9 тысяч 10 рублей. И все остальные, то есть в прошлом году было это 8 тысяч 900 с чем-то рублей. То есть проиндексировано увеличение произошло всех выплат. Это сейчас мы говорили о региональном маткапитале или о федеральном? Это не материнский капитал, это ежемесячная выплата мамам, у которых третьи и последующие дети родились для многодетных. Которая прописана где у нас? В регионе, да? В Сарове, да, в регионе, в Нижегородской области. У нас, насколько я понимаю, с этого января выведена отдельно статья за операции с коммунальными отходами. Скажите, пожалуйста, в этой части предусмотрены какие-то меры поддержки? Да, издан указ правительства Нижегородской области и с 1 января расходы по твердым коммунальным отходам будут частично компенсированы. Но эта компенсация будет не в денежном выражении, а это будет выглядеть так, что в расчетную квитанцию, которая будет приходить по ЖКО, будет введена такая статья, расходы, это твердые коммунальные отходы. Так вот, сразу же будет в биллинговой компании производиться расчет с учетом категории, которым положена льгота, с коэффициентом 0,5. То есть не единица, а 0,5. О чем это говорит? Если счет будет выставлен, допустим, на 100 рублей, то гражданину в итоге 50 рублей. То есть не деньгами, просто он сразу будет платить меньше. К таким категориям у нас отнесены одинокопроживающие граждане, у которых доход ниже 21 674 рубля. Таких на сегодняшний день мы выявили 102 гражданина. Также такую компенсацию будут иметь граждане малоимущие семьи. То есть там, где доход в семье ниже прожиточного минимума, это 9 487 рублей, эти семьи также будут иметь вот этот коэффициент 0,5. Таких у нас 141 семья, в которой проживает 516 граждан. А вот участники боевых действий, многодетные семьи, семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, они получают у нас ежемесячную денежную компенсацию по ЖКУ. И вот у них как раз вот эти твердые коммунальные отходы, они входят туда. То есть у них сразу при расчете ежемесячной денежной компенсации будет учитываться. Они также будут за твердые коммунальные отходы оплачивать в размере 0,5. Это какое-то новое веяние, потому что я слышал, долгое время люди платили полную стоимость по платежке, затем просто им возмещали через некоторое время ряд расходов по линии соцзащиты. Это вы путаете с компенсацией за капремонт. А, это другое немного, да? Это совершенно другая выплата, и по ней у нас тоже изменения такие серьезные, очень положительные произошли с 1 января. Компенсация за капремонт у нас раньше производилась гражданам старше 70 лет, одинокопроживающим, если там два пенсионера, то обоим. И в зависимости от социальной нормы, которой они проживали. Так вот, граждане старше 80 лет, они у нас получали 100% компенсацию. А вот если гражданин 80 лет ему, а он инвалид, то по федеральному они федеральные выплаты получают 50%. И, можно сказать, это была какая-то несправедливость. То есть, если гражданин 80 лет, он не инвалид, он 100% компенсацию получал, а если инвалид, то 50%. И было очень много жалоб обоснованных. И Министерство социальной политики, вот министр наш бывший, мне уж и Андрей Николаевич, очень большую работу провели. Сейчас он заместитель губернатора по социальным вопросам. И вот это все было учтено, и с 1 января, если гражданин старше 80 лет и является инвалидом, также будет получать компенсацию в размере 100%. Также граждане старше 70 лет, и если с ними были зарегистрированы трудоспособного возраста, кто-то еще не ушедшего в квартире, то они у нас не получали, так как было только распространяться на одиноко проживающих. То сейчас, если гражданин старше 70 лет, и с ним проживает инвалид трудоспособного возраста, но он является инвалидом первой и второй группы, то теперь они будут получать эту компенсацию. Раньше они не получали у нас из-за того, что с ними зарегистрирован кто-то был. То есть, если с ними зарегистрирован инвалид первой или второй группы, также будут получать компенсацию от 70 до 80, 50%, от 80 и старше 100% компенсация за взнос по капремонту. Я подчеркиваю, вот еще раз пользуюсь случаем, что 100% это от социальной нормы. Социальная норма у нас на одиноко проживающие 33 квадратных метра. Если у гражданина жилая площадь, вообще общая площадь больше, чем 33 квадратных метра, он обязан заплатить полностью взнос за капремонт, а мы компенсируем только с 33 квадратных метров. А 33 в расчете на одного человека? На одного человека, а если вдвоем, по 21 квадратному метру каждому. С понижающим коэффициентом. А если три и более, то с 18 квадратных метров на каждого. Ну вот такая арифметика. Но тем не менее, это мы считаем не вручную, обращая внимание. Это все делается автоматически, написаны программы. Мы все сведения о гражданах отправляем в КВЦ, так называемый, в Нижний Новгород. Там делается расчет, направляется наша биллинговая компания, и вот это все выставляется в автоматическом режиме. Все сведения об этих гражданах у нас имеются. Приходить по изменениям капремонта, по ТКО, к нам не нужно. Писать заявления никакие не нужно. И вот как раз можно перейти к следующему, что есть случаи, в которых к нам обязательно необходимо приходить в управление социальной защитой. Это такие случаи, если гражданин меняет адрес, то есть сменил место жительства. При смене места жительства происходит что у нас? И меняются квадратные метры, на которых проживал гражданин. То есть нам необходимо сделать перерасчет. В этом случае внизу каждой квитанции по ЖКХ, которая приходит в самую последнюю строчку, мелким, конечно, шрифтом написано, но мы это указываем, гражданам обращаем внимание. Пожалуйста, при смене адреса обратитесь в управление социальной защиты. Потому что нам информация пришла, что гражданин сменил адрес, и мы автоматически прекращаем выплаты по тому адресу. А по-новому гражданин не заявился. И у нас очень нечасто, но тем не менее, такие случаи были. Гражданин приходит спустя полгода к нам, сменил адрес, но мы за предыдущие месяцы гражданину не выплатим компенсацию, если ему положено по ЕДК, а только с момента обращения к нам. То есть они сгорят, получается, эти выплаты? Ну да, потому что мы же не знали, где гражданин проживает. Заявление он к нам не обратился. Мы просто знаем, что он оттуда выписался, с регистрации снято, с прежнего места жительства. И у нас сразу автоматически блокирует программа выплаты эти. Это первый случай. Второй случай, обязательно нужно обратиться, если гражданин изменил номер счета, на который ему отправляли. Вот мы перечисляли одному гражданину, Саров Бизнесбанк, а он там счет закрыл, открыл вклад в Сбербанке. Но мы-то об этом не знаем, нам деньги эти возвращаются, так как получателя нет. А куда их отправлять, мы не знаем. Вот, также просим обязательно к нам прийти. При смене способа доставки некоторым гражданам, допустим, мы на почту перечисляем, да, то есть куда гражданин намок, что мы туда и перечисляем. А потом он перестал на почте получать, а открыл счет в Сбербанке и туда ему деньги. Опять-таки, нам вот сейчас, в конце года, у нас несколько, 10 граждан не получили на почте выплаты. Эти деньги нам вернулись, и отправлять мы граждан этим сообщили, мы еще звоним, мы интересуемся, почему они не получили. Вот кто-то переехал, кто-то действительно сменил номер счета, но для того, чтобы нам перевести эти деньги, перечислить по назначению этому гражданину, он должен к нам прийти и обратиться. В этих случаях обязательно к нам нужно приходить. Также необходимо приходить при пересчете жилищной субсидии, так называемой, она у нас назначается наперед 6 месяцев. По истечении 6 месяцев у гражданина могут измениться те или иные обстоятельства, или доход измениться, или обязательно к нам нужно приходить. Через каждые полгода мы делаем перерасчет и вновь назначаем на последующие полгода эту жилищную субсидию. Также гражданам многодетных и малоимощущих семей, у которых дети в первый класс идут, а детям, которые у нас учатся в школах, мы получаем сведения из школ, списки на детей, кто в чем нуждается. А вот дети, которые у нас еще в школу не ходят, у нас сведений нет. Поэтому тоже за мерами социальной поддержки необходимо прийти и обратиться. Но прежде чем идти, чтобы не было это как бы туда-сюда, да, вот, документов нет. Предварительно я все-таки советую гражданам звонить у нас сейчас телефоны, специально выделены для того, чтобы консультировать граждан, чтобы они пришли и с полным пакетом документов. Это телефоны, могу назвать, 98-126 и 98-132. Наши специалисты проконсультируют в полном объеме, подскажут, какие документы необходимы для оформления того или иного пособия. Мы будем рады вам помочь, чем сможем. Наталья Анатольевна, вы несколько минут назад сказали, что вы сами насчитали количество семей, которые нуждаются в той или иной выплате. А как вообще этот механизм устроен? То есть вы определяете круг своих подопечных или люди сами к вам заявляются? Ну, конечно же, у нас заявительный принцип. Прежде всего, гражданин должен к нам обратиться, написать заявление. У нас есть такая программа областная, называется «Соспомощь». То есть у нас единая база данных. Мы в эту базу данных вносим этого гражданина. И у нас есть специальные программы, по каждой выплате написаны программы. Есть объединенная дирекция в Нижнем Новгороде. И вот нажатием кнопочки она делает выборку той или иной категории. Потому что в соцпомощи у нас стоит не только фамилия, имя, отчество, а у нас категория гражданина, к кому он относится. У нас доходы там. У нас все-все-все в этой базе отражено. И это делается в автоматическом режиме. То есть по критерию нуждаемости идет отбор прямо из этой базы. У нас на сегодняшний день в нашей базе находится 58 тысяч жителей нашего города. Больше половины. Да. Но выплаты на сегодняшний день получает 17 700 человек. Это мы все вместе берем, да? Все выплаты, в принципе, которые начисляются. Сейчас вот в связи с введением критерия нуждаемости для ветеранов труда, который, кстати, хочу сказать, с 1 января этот критерий, то также проиндексирован и составляет 21 673 рубля 60 копеек. Если ветераны труда имеют доход ниже этой суммы, 21 673 рубля 60 копеек, вот с 1 января, они вновь им будут восстановлены вот эти выплаты, которые они ветеранские, так называемые, они не получали. На сегодняшний день у нас 157 человек добавилось с 1 января. Стали получателями вновь этих выплат, мер социальной поддержки. А что это за выплаты, которые положены ветеранам труда? Это 50% коммунальных платежей и единовременная выплата ежемесячно. Мы обычно люди на проездной тратили 558 рублей, это которые областные выплаты ежемесячные. А в связи с тем, что с 1 января 2017 года был введен этот критерий, раньше ограничений не было, все ветераны труда, а у нас их около 17 тысяч ветеранов труда, ветеранов труда Нижегородской области еще около 3 тысяч, вот получали эти выплаты независимо от дохода. А с 1 января 2017 года был введен критерий нуждаемости 20 тысяч, как все помним, и у нас. Естественно, вот с помощью этой программы критерии всех, у кого был доход выше 20 тысяч, им были приостановлены эти выплаты. И вот сейчас, если они попадают, они вновь возобновляются. То есть мы их из базы не убираем, видите, да? То есть проиндексировалось все, они попали в новую выплату, и опять выплачиваем, приходить не нужно у нас все это в автоматическом режиме. А как же быть с доходом? То есть человек сам должен приносить бумаги, подтверждающие, что он получает меньше обозначенного порога? Нет, у нас так же все это автоматически, потому что у нас между ведомственными взаимодействия база пенсионного фонда. Потому что пенсионеры в основном ветераны труда, и у нас полностью есть база всех доходов граждан. Вы должны быть работающими пенсионерами? У нас обязательно есть отметка, в пенсионном фонде есть отметка, работает, не работает. Это мы все видим. Потому что работающие пенсионеры, за него идут отчисления в пенсионный фонд. Признак есть, работать, не работать. То есть вас теперь не обманешь? Все под контролем, да. Хотя попытки наверняка делают. Наталья Анатольевна, скажите, пожалуйста, о статусах ветеран труда и ветеран труда Нижегородской области чем-то отличаются в плане соцподдержки? Нет, выплаты абсолютно одинаковые в размере мер социальной поддержки. Но присвоение этих званий, они различные. То есть на основании чего эти звания присваиваются. Вы знаете, было ряд изменений, очень много было изменений. И сейчас, особенно по ветерану Нижегородской области по присвоению, мало того, что там был стаж женщинам 35 лет, мужчинам 40 лет. Стаж должен быть общий. Сейчас введено, что на территории Нижегородской области женщины должны отработать 20 лет, мужчинам 25. И поэтому, то есть раньше из другой области мог приехать гражданин в город. Вот у него стаж позволял, там 40 с лишним стажей. Мы могли дать звание ветеран труда Нижегородской области. То есть сейчас нет. Он должен отработать именно на территории Нижегородской области. Но поэтому все стараются оформить ветеран труда российского. А там, для того, чтобы получить звание ветеран труда Российской Федерации, для этого необходимо иметь государственную награду. В государственной награде сейчас является как раз награда, которая выдается у нас во ВНИЕФ, ветеран атомной энергетики и промышленности. Если у гражданина есть эта награда, он может прийти с пакетом документов, подтверждающими удостоверение. Ну и там определенный пакет документов, который положен. И мы направим документы в комиссию Нижнего Новгорода, Министерство соцполитики, для присвоения звания ветеран труда. А то есть эти звания у вас оформляются, к вам нужно прийти с пакетом документов и подтвердить? И мы направим в министерство, но присваивает губернатор Нижегородской области. То есть комиссия рассматривает, выносит рекомендацию губернатору, губернатор принимает решение. И нам приходит распоряжение губернатора, таким-то таким звание присвоено. Нам выдать на основании этого распоряжения удостоверение. Мы выдаем, то есть мы принимаем пакет документов, как курьеры, так скажем. Отвозим и потом на основании распоряжения выдаем эти удостоверения. И эти удостоверения дают право на меры социальной поддержки, если гражданин подходит под все критерии, которые необходимы. Вот здесь можно добавить, что сейчас у нас пенсионный возраст изменен. Вырос? Да, но тем не менее, присвоение звания ветеран труда и меры социальной поддержки для граждан предпенсионного возраста оставлен. То есть сейчас у нас ряд документов, но еще не полностью, я думаю, мы отдельно с вами встретимся именно по этой теме. То есть граждане, которые не ушли на пенсию, а исполнился возраст 55 лет женщинам и 60 лет мужчинам, они также имеют право сейчас на меры социальной поддержки, точно так же, как те, которые ушли. Но там с кое-какими изменениями. Вот этот вопрос мы с вами проведем, я думаю, дополнительно какую-то информацию дадим. Потому что сейчас идут только документы рекомендательные, принимаются какие-то нормативно-правовые акты. Тем не менее, если у них доход, если они даже работают, на пенсию не ушли, но им исполнилось 55 лет, они имеют право прийти к нам за мерами социальной поддержки. Наталья Анатольевна, хотя бы бегло, в принципе, на какие меры социальной поддержки могут рассчитывать граждане, ну сейчас, предпенсионного возраста? Ну, как всегда, у нас это ЕДК, ежемесячная денежная компенсация по жилищно-коммунальному, так, и вот эти ежемесячные выплаты, которые ежемесячные, также идут 558 рублей. То есть ЖКХ компенсация 50% и ОЕДВ называется, областная ежемесячная денежная выплата, которая в размере 558 рублей. А, кстати говоря, льготы по ЖКХ тоже как-то к метражу привязаны, к какому-то социальному стандарту? Значит, коммунально, вот смотрите, тот, кто имеет право на компенсацию, да, в ЖКХ делается расчет, именно коммунально, я хочу сказать, вот если в квитанции пришла квитанция на 5000 гражданин, это не означает, что 50%, то есть 2500 гражданин получат, компенсация идет только коммунальных платежей, то есть коммунальным что у нас относится? Горячая, холодная вода, электроэнергия, да, то есть именно коммунальное, водоотведение, да, только коммунальное, содержание, ремонт жилья мы не компенсируем, там, обслуживание газового оборудования нет, там, антенна, домофон, это не входит в коммунальное платежи, то есть, чтобы понимание было, то есть ЕДК, ежемесячная денежная компенсация коммунальных как раз. Ну, сети, отопление, газ, электричество, вода. Да, только коммуналку мы оплачиваем, поэтому здесь вот, чтобы гражданицы считают раз, и они берут от этой суммы, и ровно половину, это не так. Здесь хотелось вот еще добавить, смотрите, как, у нас ведь не все граждане имеют звание ветеран труда, ветеран труда Нижегородской области, есть граждане, которые, ну, не имеют эти звания, они просто пенсионеры. Вот эти пенсионеры, опять-таки, в зависимости от дохода, который ниже 21 673 рубля 60 копеек, они имеют право на компенсацию проезда. Один раз в квартал мы им компенсируем проезд, ну, так называем, выплачиваем на проезд 600 рублей. Я хотела бы еще отметить такой вопрос, который очень часто задают граждане, особенно вот пожилые, о том, что почему я не получаю компенсацию за капремонт, вообще не получают. А ситуация состоит в том, что мы компенсацию граждан старше 70 лет выплачиваем только собственникам. А очень многие граждане в этом возрасте, они свои квартиры подарили кому-то, уже собственниками стали или их дети, или внуки. Дело в том, что соцзащита, да, мы такая структура, мы везде все найдем. И у нас есть выход, вот конкретно наше учреждение, мы выходим в Ростреестр, и каждого гражданина мы узнаем, собственник он или нет. Если гражданин не является собственником, то выплаты компенсации за капремонт не производятся, только собственникам. Неважно, что вы там проживаете, что вы там зарегистрированы, если вы не являетесь собственником, компенсация за капремонт не выплачивается. А если в квартире, допустим, три собственника, два из них обычные работающие граждане, один из них пенсионер, то начисляться будет получается вот именно его долю только на его долю да и бывает иногда знаете как вот ему положено 33 квадратных метров у него всего там 24 то есть мы в полном объеме вот в данном случае был полном объеме компенсируем если ниже той нормы которая заложена да 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 потому что если собственник уже внук где-то не трудоспособного возраста они обязаны сами оплачивать эту статью расходов на дальнюю вроде бы успели охватить основные темы которые хотели о тех мерах поддержки которые сейчас действуют сорове на которые могут рассчитывать люди но тем не менее если вдруг остались вопросы они в любом случае остались и гражданам необходимо обратиться уточнить давайте еще раз озвучим адреса и контакты по которым можно обратиться в управление соцзащиты в управление соцзащиты можно обратиться по телефону 98 126 98 132 также у нас имеется сайт управления социальной защиты населения города саров прям так набирайте в интернете очень прошу предварительно запись ее также можно сделать на нашем сайте зайти и написано запись предварительно запись и заблаговременно записаться на прием вы смогли уйти от очередей да мы сейчас у нас практически их нет но иногда бывает когда у нас есть такие выплат которые вот к первому сентября до затем который перерасчет один раз в год или в полгода и тогда бывает но это в 10 минут максимум 15 на этом все время нашей передачи подошло к концу напоминаю что сегодня мы беседовали с начальником управления социальной защиты населения наталья тимченко наталья тоник большое спасибо что согласились прийти желаю вам успеха в дальнейшей работе до свидания до свидания